В регион с рабочим визитом приехал заместитель полномочного представителя президента в ЦФО Мурат Зязиков. В прошлом президент республики Ингушетия. Первый пункт в маршруте – Ивановский интердом. В гостях у ребят Мурат Зязиков впервые. А вот воспитанники и преподаватели в Ингушетии – частые гости. Туда они ездили еще во времена его президентства. Первое поступление в интердом ребят из Ингушетии пришлось на 1992 год, когда в республике произошло серьезное наводнение. Именно Ивановский интердом предоставил тогда кровь осиротевшим. Сохранить вот этот дом – это очень большая такая задача. И такая задача уже, она будет, я думаю, решена. Обратились и к председателю правительства, и к президенту, чтобы не было никаких вееней, которые сейчас же модно у нас там что-то там оптимизировать, что-то там сократить, что-то там сделать. А потом на поверку оказывается, что, может быть, и не надо было, надо было просто помочь чуть-чуть. Сейчас в интердоме воспитываются 76 ребят из Ингушетии. У многих родители погибли во время военных конфликтов. Однако, обретя дом в Иванове, ребятам никогда не забывают о родине. Они, конечно, переживают за то, что как на родине, на малой их, там, Ингушетии. Конечно, мы, многих их семей я знаю, потому что многие еще в мою бытность с президентом переехали сюда, здесь вот учиться приехали сюда. Конечно, они, единственное, что я им сказал, сказал, чтобы они учились, чтобы они вот сдружили с ребятами. Большинство выпускников Ингушетии получают высшее образование в лучших вузах страны. Освоив ту или иную профессию, они, как правило, возвращаются в Ингушетию. Мне, например, особенно нравилось, когда я учился, например, литература, русская литература и, конечно, русский язык, история, вот такие предметы. Ну, как-то я у многих поинтересовался, не навязывая свое мнение, что вот, ну, многим, большинство, вот, как бы сказали, что им более точные науки нравятся. Так это было немножко для меня неожиданно. Неожиданной абсолютно для всех собравшихся оказалась импровизация после концерта. Душа пела, а ноги просились в пляс и у взрослых, и у детей. Елена Белова, Олег Милехин, РТВ Иванова.